МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как жестокий деспот, тиран и неуравновешенный человек. Именно за свою жестокость Иван Васильевич получил прозвище Грозный. Но современные историки утверждают, что в действительности характер этого сильного и незаурядного человека был несколько иным. И сегодня мы вкратце попытаемся рассказать вам кое-что интересное о жизни первого царя всея Руси Ивана Грозного. После смерти в 1533 году великого князя московского Василия Третьего новым правителем в трехлетнем возрасте становится его сын Иоанн. Прежде чем получить настоящую власть, ему пришлось испытать множество неприятностей и бед. Бояре не церемонились с юным царем, проявляли неуважение и открыто делили между собой власть. На протяжении десяти лет мальчик был игрушкой в руках жадных вельмож, а страной от его имени правила династия шуйских. Но уже в возрасте 13 лет юный царь все-таки взял власть в свои руки и впоследствии казнил своих опекунов. В те годы он был одержим идеей неограниченной самодержавной власти, что в будущем приведет к массовому террору и гибели более трех тысяч человек. В 1547 году в Успенском соборе Московского Кремля состоялось торжественное венчание на царство великого князя Московского Ивана IV. На него были возложены знаки царского достоинства, крест животворящего дерева и шапка Мономаха. Великокняжеский титул позволял занять существенно иную позицию в дипломатических отношениях с Западной Европой. Название этого титула переводили как «принц» или даже «великий герцог». Ну а слово «царь» либо не переводили совсем, либо переводили как «император». Московский самодержец тем самым вставал вровень с единственным в Европе императором Священной Римской империи. Со временем царь Иоанн все больше и больше проникался мыслью об установлении личной диктатуры. И в итоге в 1565 году объявил о создании личной гвардии опричников, введя в государстве режим, который позднее назовут «опричниной». Каждый опричник приносил клятву на верность царю. Они одевались в черную одежду, подобную монашеской, а к седлам привязывали метлу, чтобы выметать измену, и собачьи головы, чтобы измену выгрызать. С помощью опричников, которые были освобождены от судебной ответственности, Иван IV насильственно отбирал боярские вотчины, убивал и грабил народ. Но все-таки некоторые из мифов об Иване Грозном так и остались мифами. В частности, история убийства им своего сына, которая была растиражирована художниками и писателями. Отцом мифа о сыноубийстве был высокопоставленный иезуит, папский легат Антонио Пассивино, который прибыл в Москву через несколько месяцев после смерти царевича, и не мог быть свидетелем этого происшествия. Что касается истинных причин события, то смерть наследника престола вызвала недоуменное разногласие у современников и споры у историков. Версий смерти царевича было достаточно много, но в каждой из них основными доводами служили слова «быть может», «скорее всего», «вероятно» и «будто бы». Но если убийства все-таки не было, то отчего же царевич мог умереть? А умер он от болезни, чему сохранились документальные подтверждения. В частности, французского профессионального солдата-наемника Жака Маржерета, ставшего автором ценного литературного источника о русском государстве начала 17 века. Но все же за свое 50-летнее правление царь прославился не только террором. Было и много положительных изменений. Россия увеличила свои размеры в 30 раз, была проведена судебная реформа, дано начало книгопечатанию, увеличилась рождаемость, а в городах появились школы. Умер же Иван Васильевич в марте 1584 года. А уже в наши дни исследование останков Ивана Грозного показало, что в последние 6 лет жизни у него развились остеофиты – патологические наросты на поверхности костной ткани. Причем до такой степени, что он не мог ходить самостоятельно и в свои 50 лет выглядел уже дряхлым стариком. А огромное количество ртути в его организме свидетельствовало о том, что первый русский царь лечился от сифилиса.